От пациентки, это результаты исследований моей мамы. У нее последние 15 лет те или иные неврологические проблемы. Уже давно на МРТ видны следы демиеленизации. Сейчас добавилось что-то новое, хочется второе мнение. Уже давно, крутит ноги по ночам. Неустойчивость, плохо с равновесием, головокружение, недавно появились головные боли, их было довольно много, несколько дней подряд, жаловалась, что в темечке, как будто юла крутится, тошнота и рвота, через несколько дней закончилась. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациентки 71 года. Дата исследования, 9 февраля 2021 года. На представленной серии МРТомограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности. Выявляются множественные очаги демиеленизации и супра и инфратентериальные. Часть очагов с распадом. ДВ отрицательное, что свидетельствует о ремиссии. Желудочковая система сформирована правильно, умеренная гидроцея фолия с рекомоляцией. Также выявляются очаги лейка райоза. Срединные структуры не смещены. Перевоскулярные ликварные пространства несколько расширены. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз, высота 4,2 мм. Диафрагма седла уплощена, структура обычная. Патологии моста мозжечковых углов не выявлено. Стволовые структуры не изменены. Патологии орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-селярная область без МР признаков патологических изменений. Миндалин и мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. Структура коры не изменена. При МР а участков стенозов и аневризм не найдено. Позвоночные артерии симметричны. Заключение – демиеленизация. Дисциркуляторная энцефалопатия. Зав. Кафедрой. Профессор Холин А.В. Консультативное заключение по МРТ шейного отдела пациентки 71 года. Дата исследования – 9 февраля 2021 года. При МРТ шейного отдела позвоночников сагитальной и аксиальной проекциях костно-деструктивных изменений не найдено. Выявляются признаки остеохондроза в виде неравномерного снижения интенсивности сигнала на Т2В от межпозвонковых дисков с 2,6 со снижением их высоты. Небольшие краевые и костные разрастания листезов не отмечаются. Диаметр позвоночного канала обычный. Протрузии диска с 3-дробь 4. Корешки свободны. Очаги демиеленизации на уровне кранее вертибрального перехода – с 2,2 Т4. Анатомические соотношения в позвоночном сегменте с 1,2 сохранены. Зуб аксиса расположен срединно, суставные щели в атлантесевом суставе симметричны. Миндалин и мозжечка располагаются на уровне большого затылочного отверстия без признаков пролобирования их в просвет позвоночного канала. Заключение – МРТ-признаки дистрофических изменений позвоночника в виде остеохондроза, споделеза и спондилоартроза. Очаги демиеленизации в спинном мозге. Зав. Кафедрой. Профессор Холин А.В. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»